приветствую друзья вот стол лежит кверх ногами до моей пивы вот там градусы нанесены вот тут два таких от центра сделанных от фрезерованных паза под крепежные болты вот освобождение там под гайки чтоб сюда гайка пряталась и ни за что не цеплялась но сейчас речь от а пылеудаление да ну мне короче говоря свезло у меня за сараем лежала вот такая толстенная а сейчас ребят я же прикрутил труба толстая это труба еще с советских времен и я на лет 50 там лежала по моему это винипласт это отличная вещь ну и короче говоря вот так вот отрезал ее под вот такой угол до 25 градусов угол а там вот и разрезал вот так чтоб пильная лента проходила а вот это вот освобождение там отфрезерована это для того чтобы нагинался стол под 45 градусов а иначе если его не сделать то пива будет затирать вот а здесь под такой же уголок кусочек деревяшечки вот он запилен и там засверлен штифтик вот такой 5 миллиметров штифтик и она вот этим прорезью прямо туда бамс и вставляется здесь две такие деревяшечки тут еще такие обнималочки обнималочки вот а здесь сбоку винтик вот с накаткой туда уклеена втулка втулка гайка а тут засверлено в трубу и винтик вкручивается туда и все никуда он уже не выпрогнет вот это вот пылеудаление допустим если она вам не нужно вы не пользуетесь пылесосом его можно взять и вынуть отсюда и снять почему снять а то если без пылеотсоса тогда стружка вот тут будет скапливаться ну вот да а далее сюда короче вот уже пойдет из обыкновенных из обыкновенных ребят сюда в общем она туда залезет если чуть-чуть ее тут посмурыжать и туда она заклинивает потом вот эту вот суковину вот так вот сгибаешь или покупаешь под 45 градусов или вот так вот согнуть чтобы она туда в сторонку торчало вот на газе нагреть и и так вот остудить ее только только не прожвечь и когда она остынется она такая и останется и все ну а туда засовываешь опять же мне еще не хватает куска вот такого завтра куплю туда я засовываю вот так вот вот так отпилю вот и туда засунул а вот здесь уже я подогнал под пылесос макиту отличное пылеудаление ребят надо поставил не надо снял это крепеж параллельного упора а нижнюю гаечку это что на кверх ногами лежит а нижнюю гаечку я прям по намазываю закручиваю чтобы вот это вот не открутилась при работе когда ты работаешь без этого упора они раньше у меня все время падали стружки терялись потом думаю дай-ка я вот так вот гаечку клейком намазал закрутил все это кстати пола он отлично держит резьбу да и вообще на пола можно вклеивать металл в дерево вот допустим если ну просто две металлических пластинки склеить пола он их не склеит поскольку ему там высохнуть нет возможности а вот в резьбе даже видите высыхает он тут с краю вот высыхает высыхает потом постепенно высыхает и намертво ну как конечно ключом ты можешь отвернуть но он знаете такой резиновый чуть-чуть уйдет вот а допустим если вам надо вклеить какую-то втулочку металл можно и на полу а потому что в дерево то есть ему будет куда сохнуть дерево его в себя заберет от металла ты его хрен отдерешь честное слово у меня вот валялись там за домом швеллера на которых я давно еще там ну лет 20 назад клеил короче это были у меня ваймы и там они все были изляпаны пришла это были не швеллера это были алюминиевые профили и они были все изляпаны павла и они 20 ты больше на лет лежали под дождем под снегом под листьями и шо вы думаете а пола был ну вот или клейберит или уж там на этот самый момент стоер без разницы то есть d2 или d3 и я и до сих пор я кусок вот отрезал его мне понадобился этот профиль да и их их хрен оторвешь я их стамеской оттуда срубал еле срубил вот как он держится на металле на алюминии и на железе на на металле смысле на стали он как бы даже внедряется в нее он малость ее как бы окисливает до прилипает капитально ну возьмите допустим шпатлю то вы же вы можете его повара и вы сами знаете что его не так-то легко соскрести это пока свежая когда он сильно засохнет замучайся скрести вот друзья пыли удаления